здравствуйте я пётр семилетов я представляю вам обзор мобильного телефона motorola carizer 1 она же motorola к 1 это телефон попал мне так сказать и секунд хэнда ответе его исконно золотую поверхность кто-то покрасил черным цветом вероятно посчитав что золотой слиток будет выглядеть слишком пожаринский поэтому а так он был золотой но конечно это не золото но металлическое покрытие металл здесь металл на крышке аккумуляторным отсеком телефон был выпущен в начале века нынешнего в интернет-обзорах можно встретить упоминание что внутри телефона находится linux это не так на самом деле это традиционные p2k телефон то есть платформа p2k и интерфейс synergy os то есть графический интерфейс а так это p2k соответственно работают все программы которые работаны для этой платформы и драйверы увы для linux программы которые взаимодействуют с платформой p2k больше не компилируется из-за того что они рассчитаны на старую версию библиотеки либо usb а под новую их никто не портировал а вот под windows все работает можно пользоваться при подключении этого телефона в linux и наличии в нем карты памяти максимально тут поддерживается карта памяти 2 гигабайта телефон выглядит как usb накопитель это раскладушка сбоку мы видим за заглушкой разъем usb mini или micro я все время их путаю в общем такой разъем который для некоторых мобильных телефонов и видеокамер вот такой общем разъем он используется и для питания то есть для зарядки и для связи с компьютером в том или ином режиме будто накопитель или p2k режим далее мы видим кнопку голосового вызова в документации сказано что голосовой вызов работает ну примерно как в nokia то есть вы можете управлять голосом вызывать команды различные например call камера должно включать фотоаппарат но увы этого не происходит может быть из-за того что русский язык выбран я не знаю работает только голосовой вызов по голосовым меткам то есть вы идете в телефонную книжечку которая в мотороллах называется справочником записываете с микрофона голосовую метку она связывается с конкретной записью и затем вы нажимая и удерживая кнопку голосового вызова проговариваете эту метку и телефон осуществляет звонок если же просто нажать и вернее извините если нажать и и удерживать включается режим диктофона если нажать и отпустить то включается режим когда вы можете произнести и будет работать голосовой вызов вот тут сверху на передней панели мы видим камеру 1.2 мегапикселя и внешний дисплей на внешнем дисплее отображается также фотография звонящий если вы ее задали сверху стекло но довольно крепкая о камере камера снимает хорошо в плохих условиях освещенности освещение но сохранение файла происходит медленно потому что процессор тут слабенький и кстати java машина тоже работает слабо хорошо давайте дальше смотреть качельки громкости вот эта кнопочка вот она собственно я не помню что делать эта кнопочка а клавишами громкости можно переключать в закрытом состоянии профиль то есть на улице там бесшумный и так далее давайте мы раскроем телефон вот мы его раскрыли как видим за годы дисплей не выцвел скажи шпонтик не выцвел просто телефон которым я снимаю плохо передает цвета ну в общем дисплей очень хороший внутренний разрешение там тысячу ой 170 чем-то на 128 по моему так то есть и не минимум и не максимум клавиатура вот такая вот подсвечивается плоская похожая на разры джойстик удобный такой хороший джойстик так сейчас вот я словил фокус что мы имеем на борту мы имеем на борту очень удобный режим набора сообщений в мотороле своя система скоростного набора текста называется на этап она удобнее чем даже называется в других в общем неважно очень удобно голосового набор я уже сказал что еще здесь интересного есть интересно ну есть java давайте посмотрим как работают java игры java программу становится следующим образом если не использовать утилиты 2 к то мы просто скидываем на флешку на накопитель jar файл и потом идем тут установить и он как бы подхватывать и устанавливаться вот мы если пойдем в игры и приложение то возникнет тот установить новое и когда мы пойдем установить новое нам будет показано что вот такие то есть жар файлы на карте и какой-то можем установить так вот как работает java игр валь dragon island довольно старая игрушка давайте мы запустим посмотрим как она работает она сказать что java скажем так быстрее чем на китай фонах но не медленнее чем на хороших таких современных клавиатурных телефонах запускать вот это загружается видите как долго загружается все почему а вот так new game а тут все это клавиши он там этот клавишей и не слышно вот мы плывем на лодочке обладилка так скачет через просто так вот работает то есть можно поиграть в простейшие игры не трехмерной конечно 3d не поддерживается и особо и не пробовал а нет работает какой риде я сейчас вам покажу как так чем-то страдать ладно давайте другую группу смотрим так выход так закончить можно приостанавливать джава приложение мы снова идем да или положение об интернете чуть позже расскажу вот я снес это его на хорошо интернет интернет ваб в общем ваб причем все настраивается автоматически никаких профилей вы править не сможете то есть вот как настройки пришли сохранились так все справочник встроенных help сообщения поддерживается email клиент есть есть ммс сообщения обычные смс ограничение по моему особых нет инструменты это калькулятор календарь с возможностью вбивать событий будильник что такое список активации я сам не знаю ноты это заметки это так перевели ноут будильник уже говорил традиционно мотороловский интерфейс настраивается как угодно то есть вы можете разбрасывать горячие клавиши как угодно можете менять порядок следования элементов меню камера вот как работает записывается видео и записывается фото но видео и фото и видео по моему там это 120 чем-то на 120 чем-то я не помню особо я и заморачивался в общем записывайте записывать фотографии снимать можно диктофон вот давайте посмотрим как работа диктофон это вот голосовой набор как выглядит не хочу повторять ничего вот как диктофон работает раз два три 4 5 а диктофон работы если вы нажимаете удерживаете кнопку голосового звонка и не отпускаете вот как вы ее не отпускаете работает диктофон раз два три 4 проба проба 1 1 я 2 очень глупо так вот получилось виде сохранено на карту памяти как диктофон это очень хорошая штука скажу ну справочник справочник это телефонная книжка справочники можно привязывать фотографии в телефоне 33 как бы это сказать разделы для хранения телефонных записей это ну сим-карта понятно затем память телефона и сам телефон это сложно очень пояснить но когда вы смотрите в справочник то есть контакты которые находятся в телефоне контакты которые находятся на сим-карте и контакты которые скопированы в телефон и вот контакты которые изначально сделаны созданы в телефоне контакты которые скопированы сим-карты телефон они каким-то образом отличаются я не знаю чем их отличие но углы обзора очень хорошие не в пример современным телефона при умеренном использовании мотор это держит но дня три без подзарядки что если он у нас когда в принципе есть все отличная звонилка отличие второй телефон для кого-то можем даже первый для меня это второй телефон но мой мой второй телефон месячек третий телефон который мы тоже вам расскажу на этом мы завершаем обзор телефона motorola к 1 а громкость разговора значит про громкость громкость ну слышно в кармане разговоры слышно тоже хорошо звукопередача отличная вот как он звучит на максимальной громкость давайте мы пойдем в стиле оповещения стиле оповещения настройки для улицы изменить и входящие вызовы мото тема так называемая то что я вам спел вначале не же это мото тема сейчас мото тема не мото тема вот как он звучит вот в общем пр 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 hello moto на этом мы завершаем обзор всем пока в общем мы мы